На видеоконференции не оставили без внимания еще один актуальный вопрос. В начале июля в семьях, которые прибыли в Чувашу из Украины, родились две девочки. Одна новорожденная появилась на свет 1 июля в Чебоксарах, а другая второго в Алатаре. Сегодня в Медрав соцразвития прошла конференция со счастливой мамой. 18-летняя Карина прибыла в Алатарский район в мае этого года. 2 июля на скорой молодая женщина попала в Алатарский роддом. И спустя некоторое время у Карины родилась девочка. Как сообщил главный врач Алатарского роддома, Карина получила весь полагающийся в таких случаях спектр медицинских услуг. Выходцы из Украины могут рассчитывать на бесплатную, плановую и экстренную медицинскую помощь. 25 человек уже воспользовались этим правом, рассказала на видеоконференции министр здравоохранения Алла Самойлова. На совещании также сообщили, что в Чувашу выразили готовность приехать еще 250 переселенцев из Украины, находящиеся сейчас в Ростовской области. Задача глав администрации районов и городов – это на сегодняшний день ключевая тема. Ежедневно надо смотреть, какие вопросы возникают или есть к вам с утра или с вечера рассматривать каждый день, давать соответствующее поручение. По данным, на 4 июля в управление Федеральной миграционной службы по Чувашии обратились с заявлениями о предоставлении им временного убежища 75 человек. Из них 17 – дети. Больше всех 27 семей приняли Чебоксары. Сегодня Карина и ее дочь выписались из больницы. А когда обстановка на Украине станет спокойнее, мама с дочкой планируют вернуться на родину. КОНЕЦ КОНЕЦ